Здравствуйте, уважаемые телезрители! Роль системы здравоохранения в жизни людей очевидна. Каждый хоть раз в жизни обращался за медицинской помощью. Как очевидно и роль профсоюза в жизни медицинского работника. Гарантированная защита прав и интересов. Сегодня о деятельности профсоюза в сфере медицины Гомельской области, а также о состоянии дел в здравоохранении нашего региона расскажет гость. Виктор Иванович Матаренко, председатель Гомельской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Родился 25 мая 1954 года в деревне Федоровка Гомельского района. Медицинское образование получил в Минском государственном медицинском институте. На 24 года, начиная с 1977-го, Гомельская областная больница стала местом работы сначала интерна, затем врача-ординатора ортопедо-травматологического отделения, а после и заведующего отделением экстренной и плановой консультативной медицинской помощи. С 2001 года и на протяжении 5 лет Виктор Иванович Матаренко работал заместителем начальника управления охраны здоровья Гомельского обл. полкома. С 2006 по 2014 год находился на посту главного врача Гомельской областной клинической психиатрической больницы. На работу в Гомельское областное объединение профсоюзов пришел в декабре 2014 года. Сегодня является председателем областной организации профсоюза работников здравоохранения. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельской областной организации профсоюза работников здравоохранения, можно получить ответ прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 802-32-77-68-45. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день. И прежде чем начать нашу сегодняшнюю беседу, а главная ее тема – это деятельность профсоюза в сфере медицины Гомельской области, я прошу вас рассказать нашим зрителям, что сегодня собой представляет областная организация профсоюза работников здравоохранения. Вы знаете, это одна из наиболее крупных профсоюзных организаций в области. Если говорить о численном составе, то у нас более 49 тысяч членов профсоюза. Ну, это внушительная цифра. Мы входим в тройку по области. И вот что самое характерное, что, вы знаете, это число, оно не уменьшается. С каждым годом потихонечку увеличивается. – Хочется сразу спросить, а на фоне других областей, как мы выглядим в количественном составе и в активности, не уступаем ли? – По количественному составу, должен вам сказать, что у нас, во-первых, область одна из самых больших. Поэтому, если сравнивать Гродно или Брест, то у нас, конечно, значительно все больше. Но, да, даже дело не в количественном составе, а я бы сказал о другом. Вот процент членов профсоюза от числа работников, которые работают в ВОТОСЛИ, у нас 97% работающих являются членами профсоюза. Это, я считаю, очень хорошая цифра. Почему? Потому что какой-то вариант выбора у человека должен быть. Есть те, которые не согласны работать в профсоюзе, есть те, кто вышел, ушел на пенсию, но остался работать, но он подрабатывает, предположим, на полставки, и он не является членом профсоюза. Но это тот вариант, который является достаточно редким. Самое главное, что 97% – это члены профсоюза. Виктор Иванович, ну это действительно внушительная цифра, и, видимо, люди понимают важность организации. Вы знаете, я так хочу сказать, что все больше и больше начинают понимать. Важность для них, в их жизни. Конечно, несомненно. Ведь, что бы мы ни говорили, а профсоюз, он обязан по роду своей деятельности защищать интересы трудового населения, трудящихся. И вот на первый взгляд это может быть даже и незаметная роль до тех пор, пока тебя что-то не коснулось. Но если вдруг появилась какая-то проблема или же какой-то спорный случай, то куда идет работник? Он идет в профсоюзы. Вот в составе нашего обкома профсоюза есть специалисты, которые занимаются охраной труда. Тех, кто занимаются юридическими вопросами, экономическими вопросами, социальными вопросами. То есть весь комплекс мероприятий, которые могут быть затронуты в работе с конкретным человеком, мы имеем на них ответ, имеем специалистов, которые могут помочь. А это важно. Виктор Иванович, ну может быть кто-то скажет, что профсоюз в медицине не так важен, например, как в строительстве или в тяжелой металлургии. Что вы скажете? Не согласен с этим. С тем, кто это сказал. Факторов риска в медицине. А вы знаете, их много. Я могу перечислять достаточно долго. Возьмем такой банальный вариант. Медицинская сестра или врач-хирург оказывает помощь человеку, который поступил в дорожно-строственное происшествие. Ну это и биоматериалы, да? Да. И второй вариант. Он имеет какое-то заболевание. Предположим, вот тот же самый болезнь Боткина, ВИЧ. Хирург может уколоться иглой, когда он его шьет, ушвает рану. Скальпелем, какими-то любыми острыми предметами. Капельки крови попали на слизистую. Имеется шанс заболеть. Ну это риск, конечно. И это риск. Это большой риск. И вот если взять в процентном отношении работающих и группы, так сказать, риска, то больше половины относятся к этим группам, связанные с какими-то рискованным воздействием окружающей среды, препаратов, атмосферных явлений, условия работы на организм того, кто работает здесь. Виктор Иванович, а вот обеспечение занятости, профсоюз как-то контролирует состояние этой сферы? Я имею в виду членов профсоюза. Вы знаете, члены профсоюза, это, естественно, все наши подопечные. И мы занимаемся анализом вопроса, кто они, что они, чем они занимаются. Как правило, это люди, работающие в наших учреждениях. Поэтому количество их, проблемы, занятость, это контролируется все. Тем более, я уже сказал вам, что есть отделы, которые занимаются именно социальными вопросами, социально-экономическими. Специалисты у меня есть. А это напрямую их работа. Это то, чем они занимаются. И каждый человек имеет право обратиться в наш обком, к данному специалисту и получить ответ по телефону ли, или при очном контакте. Или же через, в письменном виде, по электронной почте и так далее. Поняла, спасибо. Уважаемые телезрители, говорим мы сегодня о роли профсоюза в сфере медицины. И в продолжение нашей темы – видеосюжет. Какой основной мотив не вступления в профсоюз? Профсоюз ничего не дает. Так считают единицы. Причина таких суждений – в низкой информированности о работе первичек. В здравоохранении планируют развивать профсоюз, защищающий права медработников. И здесь совсем не обязательно изобретать велосипед. Речь идет о государственно гарантированной социальной защищенности, так называемом социальном пакете. В Гомельской областной клинической больнице на первое место они ставят культурно-массовые мероприятия или раздачу льготных путевок. Профсоюз следит, нормальное ли у вас рабочее место, соответствует ли оно нормам по охране труда, не превышаются ли санитарные нормы. Если есть нарушения, то профсоюз требует у начальства привести все в соответствие. Здесь считают, что нормальная работа профсоюза – это контроль за соблюдением трудовых отношений. У нас не принято решать какими-то решениями через суды, через коллективные или трудовые споры. Да, комиссии есть, но они простаивают, потому что в принципе сложился очень хороший коллектив в областной больнице. Больше двух тысяч человек, очень хорошее сотрудничество профсоюзного комитета с нанимателем. То есть это действительно такие социальные партнеры, с которыми действительно можно решить вопрос до конфликта. Здесь управляют ситуацией. На своем сайте время от времени запускают анкету, изучают и сканируют общественное мнение. Опросы разных групп работников отрасли многое дают. Администрация совместно с профсоюзным комитетом, совместно с идеологическим сектором поступила с выборами лучших кандидатов на доску почета в учреждениях Гомельской областной клинической больницы. Была создана комиссия по приказу. Эта комиссия выбрала определенное число лучших, как считает администрация, профсоюзный комитет. И потом проводилось анкетирование среди специалистов определенных специальностей. Кто из них лучший в своей специальности. Вот таким вот образом нестандартно, но очень, считаю, демократично и правильно поступили. Я думаю, что будем продолжать. Безвозмездное добровольное донорство в Беларуси пока в начале пути. Именно поэтому пример подали медики областной клинической больницы во главе с руководителем учреждения. Все тогда стали бескорыстными дарителями жизни. Здесь понимали, что обеспечить надлежащие запасы живительной жидкости можно только при условии регулярной сдачи крови добровольными, неоплачиваемыми донорами. Так проходила акция под названием «Быть донором, быть героем». Сдача крови очень широко применялась в Советском Союзе. Однако в последнее время как-то забыли об этом хорошем деле. Мы решили провести такую акцию. Она у нас была в течение нескольких месяцев. Сначала структурное подразделение готовили агитационные плакаты, видеофильмы, листки об безвозмездной сдаче крови. Затем сами в определенные дни пришли и сдали кровь. А еще здесь впервые за все годы не подали заявку в медуниверситет о направлении на работу выпускников. И не потому, что интенсификация труда позволяет обойтись без новой смены. Да, есть загруженность медперсонала в связи с введением платных услуг. Но это не сверхнагрузка. И работа на две ставки осталась в прошлом. Здесь есть сбалансированность кадровой обеспеченности. Есть любимая работа, есть мотивация работников к повышению качества труда. И все же нет стопроцентного профсоюзного членства. Стопроцентного членства нету. Я не думаю, что это, к сожалению, должен быть плюрализм. 99%. Люди видят, что наниматель создает условия и для труда, и для оплаты, и для отдыха для своих сотрудников. Поэтому каких-то сверх проблем у нас с членством профсоюзного нету. 90%, 99% я думаю, что это хороший процент для областной больницы. 100% членство в профсоюзной организации областной психиатрической больницы. Но и штат сотрудников здесь меньше 700 человек. Поддерживать заинтересованность людей удается, казалось бы, малым – заботой о человеке. Профсоюзный актив уверен, когда медики почувствуют на себе эту заботу, качество труда и ответственность за здоровье населения повысится. Основное внимание уделяем работе по охране труда. У нас существуют комиссии, общественные комиссии по охране труда, существуют общественные инспекторы по охране труда, которые проводят трехступенчатый контроль ежедневно, выявляют какие-то неполадки, устраняем неполадки. Так как наше учреждение работает с особыми и вредными условиями труда, у нас раз в пять лет в обязательном порядке проводится аттестация рабочих мест. От этого зависит количество дополнительного отпуска, количество доплат, количество доплат за вредность и время ухода на пенсию. По статистике, медики занимают пятое место по распространенности профзаболеваний в целом по стране. Они, как никто другой, подвержены эмоциональному выгоранию. Подвержены данному синдрому – это работники образования, культуры, психотерапевты, психологи. Где-то процентов 70 это занимают медицинские работники. А синдром, сам синдром эмоционального выгорания проявляется в эмоциональном снижении, физическом снижении, нарушении памяти, нарушении сна. Исчезает интерес к работе, к любимой работе. Совладать с профессиональным стрессом помогает участие в культурно-спортивных мероприятиях. Вот где на время можно забыть о микстурах и лекарствах. Самый лучший врач – энергия и впечатление. Новые идеи и силы. Может, еще и поэтому масштаб этого профсоюзного движения ежегодно набирает обороты. Очень талантливые люди – это медики-психиатры. Оттого и старается профсоюзная первичка устраивать множество всяческих конкурсов. На лучшую медицинскую сестру, слет-турниры, капустники. А еще здесь есть хороший коллектив «Белорусочка». Единственный в системе здравоохранения Гомельщины со званием «Народный». Беларусь хочу все дорогое, мы все дети твоей «Беларусь». Уважаемые телезрители, вы смотрите «Диалог». У нас в гостях Виктор Иванович Моторенко, председатель Гомельской областной организации и профсоюза работников здравоохранения. Виктор Иванович, есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Социальный педагог детского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Татьяна Лойко. Хотела бы в связи с вашей темой выразить огромную благодарность профсоюзам здравоохранения, в частности студентам медуниверситета и всем участникам, принявшим активное участие в акции «Елка желаний», которая проходит под Новый год у детей нашего центра. Каждый ребенок получил новогодний подарок, и у каждого ребенка была очень большая радость и счастливые глаза от всего происходящего. Медики – это одни из, я думаю, из многих людей, которые понимают проблему особых детей. Поэтому я еще раз благодарю вас и надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество с вами. Спасибо огромное. Большое спасибо за такой позитивный звонок. Конечно, спасибо вам огромное, потому что, вы знаете, это, казалось бы, для вас, может быть, это имеет какое-то особое значение, но вот для тех молодых членов профсоюза, студентов, бедуниверситета, сотрудников, это то, что является их жизнью, их работой, их способом соприкосновения к жизни окружающих. Это система, она работает. Это здорово. И за такую вот оценку этой системы спасибо вам большое. Виктор Иванович, теперь давайте вернемся к сюжету. Вот о работе двух первичек мы узнали из видеоматериала, но я думаю, что это не единственные первички, которые можно поставить в один ряд и сказать, что они прекрасно работают. Пожалуйста. Вы знаете, очень много таких. Я мог бы привести массу примеров, когда и в городе Гомеле, и городские учреждения, и областные другие учреждения, а районы. В районах есть замечательные первичные организации. Предположим, Светлогорская больница, Реческая больница, Добружская больница, Ветковская, можно перечислять практически все районные организации. Там очень хорошо поставлена не просто работа профсоюзной организации самой или комитета, а вот это принципы социального партнерства очень хорошо продвинутые. Это важно. Виктор Иванович, вот на такой вопрос ответьте. Во всех ли медицинских учреждениях нашей области существует первичная профсоюзная организация? Да, во всех. Медицинских учреждений без профсоюзной организации нет. И я считаю, что это очень правильно. А как же плюрализм? Плюрализм, он имеет место быть на уровне индивидуума. Так. И должен быть. Пусть так оно и будет. Но когда мы говорим о коллективе какого-то лечебного учреждения, которое насчитывает 100, 200, 500 человек, то это уже не плюрализм. Это мнение большинства должно быть. А мы же все знаем, что функция профсоюза какова? Защита. Это вот одним словом можно выразить суть. Какие подвиды этой защиты есть? Их много, можно рассказывать долго. Но человек не может, опираясь на слово плюрализм, отказаться от защиты. Но это я пыталась вас провоцировать. Виктор Иванович, а что может предложить профсоюз бизнесу в медицине? Вы знаете, вопрос достаточно интересный. Потому что сейчас есть достаточно большое количество медицинских фирм, организаций, которые работают на коммерческой основе частных фирм. Ситуация с ними не такая, я бы сказал, однозначная и радужная, как, предположим, в государственной медицине. С чем это связано? Там же такие же люди работают, которые нуждаются в той же самой защите. Абсолютно верно. Но, видите ли, когда мы с вами говорим о частном предприятии, то это частное предприятие принадлежит какому-то частнику. И вот ему нужно задать вопрос, а выгодно ли ему наличие профсоюзной организации? Ведь профсоюзная организация и принцип социального партнерства, оно в чем-то, при каких-то неосторожных движениях вот этого владельца фирмы, она будет ему мешать. Есть понятие коллективный договор, который заключается между нанимателем, то есть главным врачом, директором, как угодно назовите, и профсоюзной организацией. И там оговорены многие моменты, которые не позволят делать каких-то резких движений в сторону нарушения прав и свобод. Это уже важно. И вот некоторые из директората частных предприятий, они опасаются этого. Им хочется быть полонастным хозяином. Но должен признаться, что в последнее время есть сдвиги в этом плане. Есть частные фирмы, которые являются членами профсоюза. Вот, предположим, косметическая хирургия, которая располагается на улице Советской, они все члены профсоюза. У них нет своей конкретной фирменной организации, но они входят в состав другого, более крупного объединения. Они участвуют в работе этого объединения, они платят взносы, они живут в этом коллективе. И они под защитой. Да. Виктор Иванович, давайте слушать очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Уважаемый Виктор Иванович, хочется выразить вам благодарность за поддержку талантливой молодежи, особенно, что немаловажно для студентов. Это денежное вознаграждение в виде стипендии. Очень приятно, что профсоюзы нас поддерживают. Спасибо. Спасибо. Это студенты какого учреждения, говорят? Гомельский государственный медицинский университет, студент. Все понятно. Спасибо за вопрос такой. Вернее, даже не вопрос, а констатация факта, скорее всего. Факта, да, и благодарность. Вот видите, все-таки профсоюз – это не только защита, это еще и творчество, и стимуляция талантов. Так ведь, понимаете, получается, как вот в тот же самый медуниверситет или же есть у нас два медицинских колледжа в области, это Гомельский и Мозырский, люди учатся совершенно разным финансовым состоянием у родителей. И когда человек хорошо учится, активно работает творчески, в самодеятельности, в спорте, у него есть горение какое-то, то мы давно уже, достаточно давно решили, что выплачивать таким молодым, талантливым людям эти стипендии. Выплачиваем. И таких вот у нас в университете на сегодняшний день 12 стипендий мы выплачиваем. Я считаю, это достаточно неплохо. Это хорошее дополнение к той стипендии, которую получает он, этот студент, по основному своему месту учебы и работы. И это стимулирует других к тому, чтобы они тоже росли. Виктор Иванович, расскажите, пожалуйста, какие формы, методы, основные направления работы используют профсоюзы в своей деятельности? Ну вот часть из них уже были перечислены, я так поняла, но уже не всех коснулись. Когда мы с вами говорим о защите нашего трудящегося, мы должны помнить, что это защита чего? Это защита интересов, защита его прав, его состояния физического, здоровья. И вот здесь уже очень большой конгломерат, я бы сказал, действий. Вот когда показывали сюжет из областной больницы, по-моему, из областной больницы, там показывали комнату приема пищи. А ведь это же не был важный фактор. Раньше это была проблема. Ели персонал, ел где, извините, придется, где было место и время, а это нехорошо. Казалось бы, это мелочь, но оборудовали эти комнаты, оборудовали чайниками, микроволновками, кофейными чайными сервизами. И люди имеют возможность принять в нормальных условиях пищу, попить чай в конце концов. Это вроде бы не самый важный вариант, но это существенно. В жизни это имеет значение. Для здоровья каждого конкретного сотрудника это огромное значение имеет. Виктор Иванович, хорошо. Но вот ведь поступают же разного рода обращения в профсоюз работников здравоохранения, правильно? Какие это обращения? Какие это вопросы? Самые разнообразные. Потому что, вы знаете, я еще раз повторюсь, подчеркну, что люди обращаются в профсоюз практически по любому поводу, по которому есть возможность обратиться. Но есть, конечно, круг вопросов, которые являются такими основными, превалирующими. Это, естественно, вопросы заработной платы. Выплата зарплаты? Да. Вопросы, связанные с представлением жилья, каких-то общежитий, постановки на очередь. Вопросы нормирования рабочего времени. Это вот основное. Вопросы, которые связаны с какими-то особенностями, ведь у нас есть достаточно большое количество каких-то надбавок, доплат. И вот они связаны с вредностями. И иногда происходит такой диссонанс у человека. Я считаю, что мне должны выплачивать больше, выплачивают меньше. Процент, который мне доплачивают, я считаю, что нужно 30, а мне выплачивают 20. Почему? Это насущные вопросы. Я понимаю, в нынешнее время нужно думать о финансовой составляющей. Поэтому таких обращений большинство, я бы сказал. Но я так понимаю, что вы и в качестве примеров рассказали об этих случаях. Результат был, скажите так? Конечно. Вы знаете, ну как может не быть результата, если... Вот у нас до судебных, ведь вопросы ставятся как? Помогайте вы мне, если не поможете, обращусь в суд. Суд, конечно. Мы все знаем эту трактуру. И я должен вам сказать, что за последнее время ни одного обращения в суд не было. Почему? Да потому что мы на своем уровне, без обращения в эти органы, решали компромиссно эти вопросы. Собирались вместе, собирались представители нашего обкома, представители нанимателя, заинтересованное лицо работник. И друг другу объясняли свои позиции. И до суда дело не доходило. Не доходило. И вырисовывалась та ситуация, что одна сторона признавала, что да, я была не совсем права. Спасибо, Виктор Иванович. К деятельности профсоюза в сфере медицины в Гомельской области мы еще обязательно вернемся. Но сейчас давайте узнаем, что ценного наши современники отмечают в белорусской медицине. Доступность лечения, и я довольна нашей поликлиникой, вниманием врачей. Я понимаю, что может быть в новых микрорайонах там какие-то проблемы, но я живу в центре, и никаких проблем с медициной не возникает. В последнее время белорусская медицина достаточно высокая, особенно хирургия, где больше добились успеха. Это более конкретно, а это еще нужно работать, конечно, потому что диагноз нужно правильно поставить в трое раз, чтобы добиться правильного лечения. А это всегда добивается методами тыка. Ну что еще бесплатно, есть кое-какие у нас эти самые, можно операции, если экстренно, все не сравниже с Украиной, как у них все это платно. Я не знаю, как Россия, но Украина, у меня сестра живет на Украине, там очень, можно еще, если вдруг что-то, так нас еще сделают бесплатно. Ну, что еще много открывается, пусть платных, но кабинетов, стоматологические кабинеты, если человек хочет более, лучшие условия, быстрее, качественно. Очень мало времени отводится на одного больного врача. Вот очень мало времени. Там 12 или каких-то 8 минут, и в это время еще кто-то может зайти, потому что какой-то рецепт нужно выписать. И понимаете, врач отвлекается, создаются очереди по этому только. Чуть-чуть больше бы выделяли времени, видимо, не хватает врачей, я так думаю. К сожалению, видно, что ремонт такой старый, в поликлинике, карточки пишут на каких-то бумагах использованных, ну, что, наверное, финансировано не очень, но вот отношения достаточно теплые. И еще я обратила внимание, что медперсонал очень красивый. Ценю то, что я как инвалид получаю лекарства 10-процентом, и второе, как пенсионер, мне предлагают путевки бесплатные, санаторий. В белорусской медицине? Ну, в первую очередь, наверное, я бы сказал, что это такое, ну, объективная оценка здоровья человека, объективная. То есть прописывают те препараты, которые необходимы. То есть, а не просто лишь бы прописать какое-то лекарство. Ну, это, наверное, самое такое ценное. То есть, и врачи очень высокой квалификации. Может, что-то оборудования там не хватает немножко, может быть. А так, в целом, достойная квалификация. Врачи. Уважаемые телезрители, мы приглашаем вас к диалогу. 77 68 45. Номер телефона в студии. Пожалуйста, звоните. Виктор Иванович Моторенко. Еще раз представляю вас, и мы слушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Виктория Мачульская. Хочу поблагодарить Гомельский обком работников здравоохранения от имени своей бабушки. Так. Ветерана Великой Отечественной войны. За оказанную материальную помощь. Моя бабушка в годы Великой Отечественной войны работала медсестрой. И после войны она тоже работала медсестрой. Так. Еще она очень благодарна вам за то, за память, за внимание оказанное. Она испытала удивление, увидел свою фотографию в буклете, сделанной вами к 70-летию Великой Победы. Буклет был красочный, качественный, красивый. Огромное спасибо вам за память и заботу о людях, участниках войны, которые работали в учреждении здравоохранения. Спасибо вам за такой замечательный отзыв. Скажите, а вы тоже сотрудник медучреждения? Что-что? Вы тоже сотрудник медучреждения? Или вы в иной сфере работаете? Я работаю тоже медсестрой. Замечательно. Скажите, а вот вы ощущаете заботу профсоюза на себе? Да. Я всегда, да, была. Я всегда в профсоюзе, да. А, то есть вы член профсоюза. Всегда была, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за такую оценку. Виктор Иванович, ну сейчас к нашему соцопросу. Система здравоохранения Беларуси развивается динамично. И весь спектр медицинских услуг в Беларуси оказывается. Беларусь ставят на одну ступеньку с европейскими странами. Скажите, пожалуйста, ну может быть не каждый знает, что высоко специализированную медицинскую помощь оказывают не только в столице нашей страны, не только в Минске, но и в других областных городах. Расскажите о такой помощи в Гомельской области. Ну прежде всего я должен отметить, что нельзя треповать, чтобы помощь одинаковая по уровню оказывалась везде. Так. Ее человек, который оказывает, делает пересадку сердца, условно говоря, он должен иметь оборудование, знания, опыт и постоянно этот опыт поддерживать. Если это будет одна пересадка в год, то это не нужно делать. Таких специалистов просто не может быть много. Да, это штучное производство. Поэтому есть некоторые специальности, которые в республике делаются в отдельных клиниках. Но у нас в Гомельской области масса клиник, которые производят высокотехнологичнейшие операции. Могу привести несколько примеров. Вот возьмем кардиологический диспансер. Так. Они делают операции на сердце, которые являются европейского уровня. И не нужно человеку ехать куда-то, в Минск, предположим, или за границу, для того, чтобы произвести, поставить тоже стенд, сделать операцию, которая позволит человеку после нормально шить. У нас это делается. Возьмем их соседей, онкодиспансер. Так. Проблема, вы понимаете, очень серьезная. И она во многом зависит не только от того, что я хочу сделать, но как я могу это сделать. Для этого нужно оборудование современное. И вот там есть современные приборы, которые позволяют проводить лучевую терапию на самом лучшем уровне. Оперативные вмешательства у них на очень высоком уровне делаются. Офтальмология. Офтальмология тоже. Ведь вы правильно меня направили в эту сторону. У нас есть несколько клиник. В РНПЦ очень хорошая офтальмология. И в специализированной областной больнице. Офтальмологические отделения высочайшего уровня. Они делают практически все операции. Можно перечислять и другие еще. В областной больнице очень хорошие возможности для оперативного лечения. Нейрохирургические операции. Ортопедические операции делаются на очень высоком уровне. Ведь эндопротезирование тазобедренных суставов, коленных суставов. Было время, не так давно уже, когда такие операции делались только в двух клиниках в городе Минске. Сейчас это делается у нас в Гомеле, и в областной больнице, и в больнице номер один. Тазобедренные суставы ставят искусственные. А в областной больнице коленные суставы. Это очень высокий уровень. Виктор Иванович, спасибо за ответ. Уважаемые телезрители, мы по-прежнему приглашаем вас к разговору. 77 68 45. Номер нашего телефона. Виктор Иванович, медицинский туризм в Беларуси с каждым годом становится все более востребованным и популярным. Гости едут не только отдохнуть в наши здравницы, но и подлечиться. И я прошу вас чуть более подробно об этом рассказать. Как стало такое возможным? По многим причинам возможным. Во-первых, потому что у нас уровень медицины достиг такого состояния, что люди из-за рубежа отлично понимают, что уровень высок, а в стоимостном выражении это дешевле, чем, предположим, в Израиле. То есть соответствует цена качества? Конечно, конечно. Несомненно. Много людей едут из Израиля, из России, из Украины, Казахстана и других стран. Вот коротенький пример. В 2014 году 40 тысяч человек, иностранцев, посетили нашу страну с целью медицинского туризма. Они получили лечение. В позапрошлом году таких было 28 тысяч. То есть вот темп роста очень высок. Виктор Иванович, достаточно коротко на следующий вопрос. А не создаст ли медицинский туризм препонов для граждан нашей страны? Получат ли они ту медицинскую помощь на тех аппаратах? Получат ли они консультации тех врачей, которые им действительно нужны? Получат. Потому что, вы знаете, если брать вот эти 40 тысяч человек, в общей массе полуторамиллионной Гомельской области это ничего не значит. И когда было 28, когда стало 40, не было вот этого вот ощущения, не возникало ни у кого. О том, что вот из-за этого приезжего человека кого-то лишили возможности получить помощь. Виктор Иванович, скажите, а благодаря чему произошли такие изменения? Медицина в уровне выросла, граждане других стран поехали. Только ли это поддержка государства? Какова заслуга в этом профсоюзного движения? Вы знаете, я бы скромно так сказал, что, конечно, в основном это государство. Это, начиная от нашего главы государства, Александр Игоревич Сулашенко давным-давно уже понял, что нам нужно создавать нечто очень высокого уровня, касаемо медицины, техники, технических каких-то дисциплин. Это создает имидж. Потом в Совете Министров и Министерстве Здравоохранения это поняли и начали поддерживать, выделять средства для того, чтобы можно было оснастить так хорошо наши лечебные учреждения, чтобы они выглядели именно по-европейски, на европейском уровне. И сейчас мы этого достигли. Плюс к этому есть возможность у врачей совершенствовать свои знания. А ведь машина сама не лечит. Лечит человек, который владеет знаниями. Поэтому сейчас достаточно широко пользуется тем, что ездит на стажировки практически по всему миру. И это поощряется? Да. Виктор Иванович, у нас одна минута и еще один вопрос в ваш адрес. Какие планы вы ставите перед собой на перспективу? И чему планируете уделять особое внимание, допустим, во второй половине 2015 года? Таких вопросов, которые требуют решения, их достаточно много, я бы сказал. Основное, что меня интересует, это рост заработной платы работников бюджетной сферы, работников здравоохранения. Потому что не скроешь никогда, что мы получаем меньше, чем производственники, чем промышленность. Вот этой проблемой надо заниматься. Надо заниматься сохранением больше, в большей еще степени здоровья наших работников. Ибо сапожник, получается, ходит без сапог. Врачи сами, медработники, относятся достаточно наплевательски к своему здоровью. Да, 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 да. Я знаю, что все равно так пройдет. И все. Другой человек прибегает три раза в поликлинику, а мы нет. Вот этим надо заниматься. Надо заниматься лечением, а не самолечением и профилактикой. Виктор Иванович, большое спасибо вам за ответы на насущные вопросы. Уважаемые телезрители, сегодня на ваши вопросы отвечал Виктор Иванович Матаренко, председатель Гомельской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Уважаемые телезрители, спасибо вам за мнение. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин